всем привет ну вот что я пошел пить пошел пить потому что в моих руках вот эта пластинка rolling stones the rolling stones 2023 год не верил я что это произойдет когда-нибудь хакни хакни даймонд называется альбом и я долго ждал конечно я ждал я знал что альбом вышел в интернете его не слушал принципиально ничего я ждал когда появится на моих полках вот этот альбом rolling stones это люди конечно бессмертные абсолютно я в этом уверен эти люди не умрут никогда тьфу 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 куда дерево у меня нет дерева здесь нет нашел они никогда не умрут потому что такие люди не умирают короткое объяснение чем я конечно думал что это будет хорошо но не знал что настолько хорошо и я могу сказать опять-таки про себя опять-таки мое мнение что это лучшее что я слышал в этом году до включая старые все старые альбомы которые есть на моих полках ну да да потому что я люблю рок музыку а если вы любите рок музыку рок музыка такая вещь особенная на самом деле и и она в общем отличается от любой другой музыки хотя это тоже музыка конечно да но если вы любите рок музыку то rolling stones является воплощением этой самой рок музыки я уже говорил в каком-то ролике что ответ на вопрос что такое рок музыка очень простой это rolling stones вот если вы послушали вы уже поняли тогда что это такое и это конечно больше чем просто группа хотя на самом деле это и есть группа в отличие от многих 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 коллективов это и есть настоящая рок группа столько лет они играют с самого начала с самого начала когда они там в 63-м году придумали рок музыку так они и играют до сих пор не сворачивая никуда никуда единственные люди единственный коллектив единственный бэнд который сохранил своем звуке в своем отношении в своей жизни рок музыку рок-н-ролл люди которые не продали не предали не бросили не забыли рок-н-ролл и играют его 63 года по 2023 и надеюсь что будут играть и дальше пластинка меня потрясла она меня просто потрясла я вчера вечером я слушал потом слушаю сегодня утром потом слушал сегодня днем и вы знаете просто ничего кроме rolling stones лучше не хочется теперь вот ничего хочется слушать там в bigger bank и дальше 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 в глубь 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 туда 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 просто вот все подряд просто все подряд почему-то у меня какие-то параллели с emotional rescue здесь возникли и какие-то параллели с Sun Girls. Хотя это другая история, но с Emotional Rescue я расскажу почему прямо сейчас. Потому что, во-первых, Джаггер удивительным голосом здесь поет на этой пластинке, удивительно молодым, чистым, мощным голосом. Откуда что берется в таком возрасте, я не знаю. Берется, точнее знаю, от рок-н-ролла. Потому что рок-н-ролл лишает человека возраста. Все, никаких нет. 70-80 лет, ну нет, нет. Человек играет рок-н-ролл, он вне возраста находится. И Джаггер это демонстрирует прекрасно, потому что чистейший, молодой, сильный голос. Кстати, как и у Кита Ричардса. То же самое в песне Tell Me Straight поет Кит Ричардс. Удивительно юношеским, чистым, с хорошим интонированием, с драматургией поет Кит Ричардс голосом. Посмотрите на его лицо. Не клеится голос туда, не клеится. Потому что внутри нет возраста. А внутри есть вот этот настоящий рок-н-ролл голос. Так же, как и у Джаггера. Но о музыке здесь говорить можно долго, потому что здесь все хорошо. Здесь все прекрасно просто. И один из зрителей наших, моих друзей, написал уже комментарий, что если бы эта пластинка вышла даже в семидесятых, она была бы бомбой. Никаких сносок не делаем на то, что старые заслуги, история, Rolling Stones, столько лет. Из уважения послушаем. Никакого нафиг уважения. Никакого. Просто кайфовый рок-н-ролл. Какое уважение. Я не могу сказать, что я уважаю там их музыку. Я с ними не знаком лично, потому что я не знаю, уважаю я их или не уважаю. Я с огромным удовольствием слушаю их музыку. Она волшебна. Начиная с Angry, первой песни, которая вламывает просто настоящим, и тем самым повторюсь уже в который раз настоящим рок-н-роллом, гитарным. А гитарным, да, а я про Мика Джаггера не сказал. Просто в одной из песен, в двух песнях, он здесь переходит на свой фирменный фальцет, неожиданно, показывая тем самым, что с горлом все в порядке у него, со связками все хорошо. Никаких 80 лет даже близко нет, возраста нет. И вот этот фальцетик его, что мне напомнило Emotional Rescue как раз, пластинку. Хотя он много где фальцетом пел. Но, тем не менее, здесь это все присутствует. И что касается гитарного звука, здесь, я не знаю, это, в принципе, это учебник и букварь для любой группы, которая хочет играть гитарный рок. Что такое гитарный рок? Вот он здесь. Весь настоящий гитарный рок. Вот. Такого гитарного рока никто не играет сейчас. И не играл. И играть не будет, потому что это умеют только Кит Ричардс и Рон Вуд. Такой гитарный дуэт создавать бешеный, совершенно бешеный, безумные риффы, безумный звук, плотность, взаимодействие. Все шикарно. Get Loose, вторая песня, фанковая основа, мощная, бешеная, ритм сумасшедший, свинг, все дела, пение великолепное, микропаузы, продюсер молодой, ну молодой, ему там слегка за 30 парень, отличный. Расставил такие микропаузы, просто наслаждение слушать это. Потом раз вся плотность уходит, барабаны остаются с голосом, бац, все возвращается, саксофон появляется, рябущий. Просто сумасшедший дом в хорошем смысле этого слова. Это просто настолько кайфово. «Dependent on you», привет этим самым джаггеровским балладам, так называемым сентиментальным медлякам, как любят говорить все определенные части публики. Но это уже другое, как говорит другая определенная часть публики. Это мощная, серьезная, плотная, плотная драматургия. Вот что я вам скажу. Вот как я скажу эту штуку. «Bit my head off» – «Здравствуй, Пол Маккартни». Наконец-то. Наконец-то появился Пол Маккартни со своей бас-гитарой и бешеный такой… Это не буги, это такой рок в бешеном темпе, совершенно просто куда-то несущийся. Напоминает, между прочим, сольные песни Маккартни некоторые, почему-то вдруг. И еще больше начинает, когда заканчивается куплет, один из, и переключается что-то там где-то, и начинается бас с фузом, что любил Маккартни в Beatles делать иногда. Такой чумовой, по-другому я не скажу, звук вот этого баса Маккартни скоро. Просто прекрасно. «How wide world» следующее полотно. Драма, страшная драма, страшная драма, страшные рифы, цепляющие, гитарная перекличка невероятная. И соло Рон Вуд играет в финале, он помрачительный. Рон Вуд – прекрасный гитарист, всегда им был. Прекрасный басист, прекрасный гитарист. На бас-гитаре тоже он здесь играет много. На гитаре играет и Мик Джаггер, и Кит Ричардс играет, и на гитаре, и на фортепиано, и на бас-гитаре. Все играют на всем. Все очень здорово. Ну и Стив Джордан, конечно, на барабанах, который сменил Чарли Уотса. Чарли Уотс его привел как достойную замену себе, и он здесь показывает свое мастерство в полной мере. «Dreamy Skies», «Country Blues», закрывающий первую сторону, просто вспоминаем альбом «Let It Bleed», только осовремененный. Прямо все, ничего не ушло, ничего не пропало, все здорово, все не прошло нисколько времени, мы не состарелись. Время, все, а вот как «Let It Bleed» вышел вчера, а сегодня вышла вот эта пластинка, просто с другим звуком немножко. «Miss It Up» открывает вторую сторону у нас, и мы слушаем барабаны Чарли Уотса, который успел записать эту песню на барабанах. И вот его игра через хэт привычная, это наслаждение Чарли Уотс жив. Мы понимаем, что он жив, когда мы слышим вот это, когда он через хэт вот эти делает штучки свои, просто красота. А песня при этом, почему я сону «Sungirls», потому что она тоже в таком металлическом диско изображена. И такое ощущение, что сейчас, да, 77-й год, а завтра будет 78-й, а послезавтра будет 69-й, и никакого времени не существует. Существует только рок-н-ролл. «It's only a rock-n-roll», и больше нам ничего не надо. «Leave by this world» – одна из самых диких песен на альбоме, наверное. Наверное, одна из самых диких песен. Просто безумный рок. Мик Джаггер выпрыгивает, не буду говорить из чего, но он выпрыгивает из нашего бытия. Он какой-то вот понятие «звезда», да, вот Джаггер – это звезда. Вот он выпрыгивает и взлетает куда-то уже туда совсем, потому что это невероятная песня. «Driving me too hard», третья песня на второй стороне. Если я сказал про весь альбом, что это учебник гитарного рока, то «Driving me too hard» – это недосягаемая вершина гитарной игры. И продюсирование, и запись гитарного звука. Две гитары, которые условно мы называем ритм, да, которые играют рифы, перекликаясь друг с другом, сверху соло. Это такое вязкое, хорошее, вязкое звучание, невероятное. Ну, звучание с звучанием, а еще и игра, еще и точность, как это делают Ричард с Вайманом. Это медляк, если что. Такое условно говоря, отлично спетый, замечательный, просто медляк. И, да, на «Leave by this world» играет еще, между прочим, и Билл Вайман вместе с Чарли Уотсом. То есть на «Leave by this world» мы слышим полноценную группу The Rolling Stones. Пришел Билл Вайман с бас-гитарой и записал вот эту песню вместе с Чарли Уотсом. Ну, на драме «Me too hard» мы остановились. «Tell me straight» Кит Ричардс играет на бас-гитаре, на гитаре, на второй гитаре, на фортепиано и поет, как я уже и говорил, удивительно молодежным, сильным, драматургией, наполненным голосом, играя нашими чувствами и своими, между прочим. И его чувства передаются нам. Это так артистично, так артистично это сделано, что я не знаю, с кем сравнить, ни с кем не сравнить. Не сравнить ни с кем, потому что никто так не может сделать. Никто так не может. «Sweet Sounds of Heaven» Ну, что тут скажешь? Что тут скажешь? Это эпос, грандиозный эпос Мика Джаггера С Леди Гагой, как мы знаем всем, да? Ну, здесь много на чем играется эта песня, а играет много на чем с Тиби Вандер. И с Леди Гагой Джаггер заделал такой просто громоподобный, эпический номер с фальшфиналом. Ну, началась эта история. Все уже читали, наверное, рецензии всякие разные, что Мик Джаггер сначала поджимовал с Леди Гагой просто до записи альбома. Ему так понравилось, как поет Гага. Я был, кстати, на ее концерте однажды, и я был очень впечатлен концертом этой самой Гаги. Мне очень понравилось. Целый концерт мы отсидели всей семьей, и я был очень доволен. И Джаггер был очень доволен, судя по всему, потому что через некоторое время после этого джема он пригласил Гагу на запись альбома. И они заделали фантастическое полотно здесь совершенно. Просто такое мощное к концу. Начинается все тихо, спокойно, а за второй частью разрастается до грандиозной симфонической какой-то поэмы, громкой, роковой, тяжелой. Там фальшфинал происходит раз, все закончилось вроде бы как, и потом начинается какой-то джемчик, там ля-ля-ля-ля-ля-ля, и уходит опять уже в космические какие-то, в космическую мощь. Какие-то кометы летают вокруг нас, светило и все вот это остальное. Ну и под конец песни у нас Rolling Stone Blues Мадди Уотерса, благодаря которой мы и имеем название группы The Rolling Stones. Пластинка. Ну, то, что это лучший альбом года, это однозначно. Я пошел пить пока. Спасибо. shi Продолжение следует...